Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из Аталия Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Башкортостан передаст в федеральную собственность несколько участков региональных трасс общей протяженностью 350 километров. Сейчас формируется необходимый пакет документов, сообщили в республиканском Минтрансе. Сменится собственник у трассы Уфа-Перм общей протяженностью по Башкортостану 216 километров. Почти полностью готова к передаче автотрасса Орск-Сибай-Магнитогорск-Южноуральск-Челябинск, 133 километра которой проходят по территории республики. Туда входят такие дороги, как Акьяр-Сибай, Акьяр-Ново-Черкасска и часть участка Магнитогорск-Ира. Передача трасс в федеральную собственность снимет с республики обязательства по их ремонту и содержанию. А на освободившиеся в бюджете средства можно будет привести в порядок дороги регионального и местного значения. Добавлю, протяженность проходящих по Башкортостану федеральных магистралей составляет 800 километров, региональных дорог – 13,5 тысяч километров. Клиенты 136 спортивно-оздоровительных центров Башкортостана смогут получить налоговый вычет за фитнес. В список вошли организации из 26 районов и 10 городов республики. Большинство из них работает в Уфе. В список включены фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детско-юношеские спортивные школы и центры подготовки. По количеству вошедших в перечень организаций республика занимает пятое место в стране. В региональной ассоциации операторов фитнес-индустрии отметили, что введение налогового вычета может увеличить приток желающих заниматься спортом. По заверению руководителей фитнес-клубов, которые входят в ассоциацию операторов фитнес-индустрии в республике Башкортостан, цены поднимать не планируют, потому что для нас вычет – это в первую очередь дополнительная мотивация для привлечения и удержания клиентов. Напомню, вычет будет применяться к суммам, потраченным жителям республики с 1 января 2022 года. Его размер будет зависеть от фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Цена на гречку с начала года выросла на 25%. По данным Башстата, килограмм крупы в магазинах в среднем стоит 98 рублей, тогда как в январе обходился покупателям 74 рубля. По мнению экспертов, цены в республике формируют поставщики соседних регионов, где в основном и перерабатывают башкирскую гречиху. Что касается урожая, в 2021 году аграрии собрали 35 тысяч тонн зерна. Из этого объема получат 19 тысяч тонн крупы. По данным же Минсельхоза, жителям региона для потребления необходимо 14 тысяч тонн. При этом гречка не входит в список основных продуктов питания жителей республики, отметил глава аграрного ведомства. Большая часть ценообразования на продукты питания у нас едины по всей Российской Федерации. В зависимости от центра, по Волжье, на Урале или за Уралом. Плюс-минус не сильно отличается, потому что большая часть это выравнивает за счет федеральных и региональных ритейлеров. Поэтому в магазинах цены более-менее одинаковые. Самое главное, что основным продуктам питания республика полностью себя обеспечила. Это молоко, мясо, картофель, мука, зерновые и так далее. Поэтому мы производим больше, чем самые потребляемые, в том числе гречки. Башкортостан второй после Алтайского края лидирует в стране по объемам производства гречихи. По данным федерального Минсельхоза, в 2021 году аграрии собрали более 1 миллиона тонн гречихи. Это хороший результат, говорят эксперты. Напомню, летом накануне нового урожая цены на гречку в российских магазинах впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм. В лесах республики могут появиться питомники для выращивания саженцев. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на заседание госсобрания. Документ предварительно одобрили члены парламентского комитета по аграрным вопросам. И вот, по словам председателя госсобрания Константина Толкачева, на территории будущих питомников в лесах разрешат строить капитальные здания. К слову, в этом году лес восстановили на площади в 14 тысяч гектаров. На экологических акциях высадили более полутора миллионов молодых деревьев. И чтобы восстанавливать леса эффективно, необходимо использовать качественные семена и саженцы, подчеркивают специалисты. И питомники в лесах могут в этом помочь. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллары и евро дешевеют. Американская валюта опустилась на 91 копейку, курс 73,97. Евро минус 98 копеек, курс 83 рубля, 83 копейки. И лучшие обменные курсы покупка доллара в БКС банке за 73,99. Продажи в Аке банке за 74,33. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро в банке Финам за 83 рубля 81 копейку и 84 рубля 19 копеек. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.